У нас сегодня довольно большой по объему уровень разговора, возможно, настолько большой, что придется перелезть на следующий раз. Вот. Значит, если вы помните, у нас начался второй. Я видел ваши запросы в этот самый, просто я их еще не прочел, мне надо было въехать немножко. Смотрите, значит, вы помните, что мы делимся потихонечку на команды. Помашите руками тех, кто попросил меня объединить его с кем-нибудь в команду. Это радует. Что никто не попросил. Значит, либо люди на это забили, либо уже решили, ну, как они работают. Это значит, что те, кто собирается работать, собираются это делать не в одиночестве, в смысле, известны с кем. Вот. Сегодня довольно большой пласт разговоров. Одновременно простили, про документирование, ну и про все сразу. Вот. Про комментарии, кстати. Я не уверен, что мы сегодня доберемся до конкретной, до подробного разбора конкретной среды документирования, скажем, того же Сфинкса. Вот. Просто потому, что со времен, когда эта лекция читалась в прошлый раз, количество того, про что не имеет смысла рассказывать, увеличилось. Вот. И тем не менее, давайте потихоньку начнем. Значит, смотрите. Сначала немножко говорили. Говорили вот какого плана. Как вы думаете, зачем вообще нужен стиль программирования, когда вы программируете? Предложение с места. Зачем нужен стиль программирования? Для улучшения читаемости. Правильно. Тем более, что, как мы знаем, в Питоне читаемость – это такая, ну, один из основополагающих принципов. Кажется, последний. Readability counts. Говорит нам Дзен Питон. Еще. Структура прослеживалась. Для унификации. Для унификации. Зачем нужна унификация? Унификация сама по себе не является самоцелью. Все люди разные, всем людям хочется писать по-разному. Зачем нужна, тем не менее, между ними унификация? Для прощения и соответствия. Да. В случае, если люди работают над один и тем же кодом, очень неприятно, когда прям в одном файле используются разные стили. Вот. На самом деле, вот из этого последнего утверждения, там есть еще всякие соображения, что стиль программирования, особенно там в комиссии плюс-плюс, вот, позволяет избежать некоторых ошибок важных, вот, да и в Питоне тоже. Вот. Проще отлаживать, проще то, проще все. Но главное, да, это повышение собственно читаемости как таковой внутри себя и повышение, улучшение взаимодействия с товарищами. Так вот, еще одна, помимо остальных свой, зачем нужны стили, еще одна роль командного стиля программирования состоит в том, что человек как бы подсознательно, а может быть даже сознательно, принимая к сведению и реализуя стиль программирования, принятый в сообществе, заявляет, что он готов сотрудничать с этим сообществом. То есть, немаловажная роль в стиле программирования в том, что оно сообщество образующее. То есть, человек, которому личные амбиции настолько важны, что он не готов поменять свой индивидуальный стиль на тот, который принят в сообществе. Наверное, сообщество, в общем, не очень нужно. Ну, потому что, если он даже, не знаю, табуляции не готов ставить, в смысле отступы другого размера, ну, мало ли еще, насчет чего он упрется, и с ним будет тяжело работать. То есть, это такой пробный камень, такой тест на вшивость на предмет того, насколько человек вообще готов совместно, насколько это ему надо. Так что вот три главных мотивации, зачем нужен стиль. Что бы читалось нормально, что бы читалось нормально не только вами, и, соответственно, чтобы вы потом могли прочесть то, что написал другой, и некая социальная роль. Вот. В свое время Гвида, очень давнее время, обратите внимание, что это ПЕП 0008. В свое время Гвида написал ПЕВ, которым рассказал, какие у него есть идеи относительно того, какой предпочтительный стиль программирования на питании. Вот. 2001 год ПЕВ был предложен. И тут, в общем, довольно аккуратно все расписано относительно, в основном, код-лейаут, то есть, относительно того, как оформлять чисто лексически ваш код, про отделение там пробелами этих самых знаков равно, про выставление запятых и так далее. Вот. Мы сейчас сюда зайдем, посмотрим одним глазом. А, значит, про то, в каких случаях используются какие кавычки из четырех возможных питоньях. Вот. Про то, как расставлять пробелы отдельно, про то, как устроены комментарии, и про то, как именовать, смотрите, огромный кусок, про то, как именовать переменные, прям отдельно классы, отдельно типы, отдельно эксепшены и так дальше, и так дальше. Вот. Ну и всякие еще рекомендации. Этот Пепп был настолько подробный, то есть, я уже говорил, что Гвидо очень хороший программист. То есть, он реально очень, как это сказать, очень мейнстримный. Он реально очень близок к тому, как надо. Просто интуитивно, или, может, его так учили хорошо, я не знаю. Вот. Короче говоря, это описание, эти рекомендации оказались настолько хороши, что некий фан-клуб всего этого безобразия создался, и был создан специальный модуль для питона, который так и называется Пепп-8, который проверяет исходный код вашей программы на питоне на соответствие с заветом Гвидо. Всем. Ну, то есть, Гвидо говорит, не рекомендую использовать переменную и большое в качестве, имя и большое в качестве имени переменок, потому что и большое похоже на единицу, а также на л маленькая. Плохая идея. Ребята из Пепп-8 говорят, дублич, в вашем коде ошибка, вы переменную назвали и большое, а Гвидо не велел. Вот. Ну и все в таком же духе. Это была настолько, значит, впечатляющая история, что Гвидо даже написал специальный отдельный абзац, вот он. С таким очень показательным названием, что не надо, пожалуйста, не надо, пожалуйста, вот следовать моим заветам очень слепо, да? В конце концов, readability counts. Понимаете? Идея состоит в том, что нарушать эти заветы можно, в том случае, если вы понимаете, зачем. Ну, например, вся ваша команда, как один договорились использовать в качестве отступов не 4 пробела, как это полагается, там, Пепп-8, а 2. Ну, вот есть такие люди, которые любят 2 пробела вместо 4. У них так глаза устроены. Или у вас есть какие-то отдельные конвеншены насчет того, как именовать различные объекты в программе. И эти конвеншены не совпадают с Пепп-8. Ну и хорошо. Вот. Главное, чтобы у всех были одинаковые. Тем не менее, стиль – это важно. Вот. Мне кажется, я могу ошибаться. Где-то тут у меня был… Здесь нету. Давайте поищем. Мне кажется, где-то была ссылка на Пепп-8. Краткую сводку по Пепп-8. Вот. Сейчас найдем. Вот. Ага, это была предыдущая. Нет. И это тоже, похоже, нет. А, вот. Вот. Сейчас. Это, видимо, был разговор просто про Петон. Простите. Сейчас я сориентируюсь. Да. Нет. А жалко. Ну хорошо. Тогда немножко, немножко… Не буду пересказывать весь Пепп. Он достаточно большой. Ой. Он достаточно большой. Там действительно стоит его почитать. Вот это про отступы. Не надо. Не буду пересказывать. Значит, действительно, ему стоит его почитать. Где-то был, возможно, если я найду… Если у кого проблемы с английским, могу найти перевод на русский. Вот. Хотя дело даже не в переводе. Дело в его сокращенном изложении. А то тут много слишком. Несколько прямо вот коротких замечаний относительно того, что говорит Гвида. Первое. Табы – это зло. Вот во всех других языках программирования табуляции – это хорошо. Символы табуляции я имею в виду. В Питоне символ табуляции – это ад. Потому что его не видно. Потому что он занимает неизвестно сколько знакомест. Обычно 8. Ну, мало ли. Вот. И потому что, например, во втором Питоне Гвида пришлось даже сделать специальный модуль, который анализирует код на Питоне. И, исходя из этого, там встроенный искусственный мозг делает предположение, какого размера таб в этом коде. То есть, как сделать, какие умолчания можно принять, чтобы отступы в этом коде, если там смешаны табы и пробелы, были синтактически верными. Конечно, это было все очень сложно. И, в конце концов, Гвида на это забил. И в третьем Питоне рекомендация четко – не используйте табы вообще. Вы можете это делать, если очень хотите. Но не используйте по возможности. Превращайте их в пробелы. И все редакторы свои настраиваются таким образом, чтобы они превращали табы в пробелы. Вот. Айдл, кажется, это делает. Возможно, не по умолчанию, но точно… Говорил, он точно это делает, возможно, не по умолчанию. Не помню. Вот. Вообще, имейте в виду, как говорит нам Дао Питона, sparse is better than dense, то есть разреженный лучше, чем плотный, и поэтому во все места, где разумно вставлять какие-то пробелные символы, какие-то пустые строки, разумно вставлять пробельные символы, пустые строки. В арифметических операциях не везде, но иногда имеет смысл, особенно вокруг скобочек пробельчики ставить. В операциях связывания вокруг знаков равно обязательно надо ставить пробельчики, потому что… В перечислениях после запятых обязательно ставить пробельчики, потому что это еще и синтоксически как бы обосновано. Вот. Между функциями, объявлениями обязательно ставить пустые строки, чтобы они не прилипали. Между объявлениями классов так еще и по две лучше ставить, ну, то есть большими секциями кода. Короче говоря, вот такого рода относительно пробелов. Относительно ширины строки. Тут есть несколько разных конвенций. Гвида предпочитает такую старорежимную конвенцию 80 на 60, кажется. Вот. Давайте посмотрим. 72 символа. Вот. Такой вот классический 80-символный терминал, минус 8 знака мест на номер строки. В принципе, есть несколько конвенций на этот счет, потому что давно уже мы не пользуемся терминалом, в которых… Ну, вот мы здесь на лекциях пользуемся просто из соображений размера окна и видимости на скринкасте. А вообще-то в реал-лайфе мы не пользуемся терминалом, у которых количество знака мест на экране 80. Типичные DE современные – это вот такие окошки с вот такими шрифтами, которые способны разглядеть только зоркий программист, сидящий непосредственно перед ним. Вот. Поэтому, возможно, вы это правило будете нарушать, но имейте в виду, что вот эти самые 72 символа, или там 79, вот некоторые говорят, видите, 99. Это такая максимальная длина, в которой вы не запутаетесь, когда потом будете читать. То есть идея стоит в том, что чем длиннее строчка, тем больше в нее стремится программист носовать. Да? И, в общем, наша задача даже не в том, чтобы ограничить ширину текста, а в том, чтобы ограничить естественное стремление все написать в строчку. Мы знаем, да, что любую программу на Питоне можно написать в строчку. Потому что есть этот самый FuncTools, EtherTools и вперед. Вот. И вторая проблема, про которую очень хорошо сказано в Codenstein Convention, в Linux Kernel. Это относительно вложенности того, что вы пишете. Еще одна идея, почему надо ограничить ширину экрана, состоит в том, что вы навставляли отступов, и у вас идет уже какой-нибудь восьмой, девятый уровень вложенности. Да? Там функция, функция условная, условный оператор, в нем цикл, в нем условный оператор, в нем цикл, в нем еще что-то, в нем еще что-то. И вот это все такое вот ступеньками откладывается, откладывается. И в этот момент вы выясняете, что вам не хватает правой, что правая граница экрана все ближе и ближе. Идея состоит не в том, что вы написали слишком длинную строчку, а что вы написали плохой алгоритм, у которого восемь уровней вложенности. Лучше не больше четырех. Так, по идее. Да? А если у вас больше четырех, выделяете то, что там внутри, в отдельную функцию. Вот. И это, правда, уже не к лексике того, что вы пишете, а скорее к синтаксису, вот, даже чуть выше, чем синтаксису, да, потому что если вы, это даже к семантике, да, потому что ваш алгоритм считается плохим, если он слишком сложно выглядит на экране. Вот. Но тем не менее. Так что вот эта ширина на 72 символа, или там в некоторых случаях 99, если вы используете, например, очень длинный идентификатор или очень много параметров функций. Эта ширина на 72 символа, она еще и для этого нужна, чтобы вы не завирались, устраивая все в более и более вложенную структуру. Вот. Как делать перенос, вы помните, да, бэкслэш, и со следующей строки вот вполне себе нормально все это выглядит. Вот. Тут, видите, Гвидо даже обсуждает, вот так писать или вот так писать. Мне кажется, он говорит, что и так и сяк можно. А, нет, говорит, кнут ставил вот так, да. Так красивше. Понимаете, да? Да, и при этом те, которые знаки слева, там сразу видно, что вы с ними делаете. Идея стоит в том, что они не теряются в конце, да, а присутствуют в начале. Вот. Такая картинка. Ну, это так, это просто мне попалось на глаза. Значит, про white space я уже говорил, что есть всякие разные конвеншены, но вот тут примеры, как надо и как не надо. Короче, почитайте, иначе мы сегодня погрязнем в пеп-8. Пеп-8 действительно интересный документ. Я не удивлен, что появились фанаты, которые требовали его стопроцентного соблюдения. Относительно именований. Относительно именований. Во, names to avoid. L маленькое, O большое, чтобы с нулем не путать, и большое, ну, в общем, понятно. Вот это то самое. Относительно именований было бы очень неплохо, чтобы в вашем коде по внешнему виду имени можно было понять, он обычный объект, класс, модуль, или, допустим, глобальный объект, который используется, ну, понятно, который определяется в начале модуля, используется везде. Вот. Гвида предлагает, ну, например, для глобальных, если не ошибаюсь, большими буквами. Нет, тут что-то такое более интересное. Ну, короче говоря... Нет, underscore — это всего лишь эти самые, ну, special names. Это не конвенция, это свойство синтаксиса. Нет, речь о том конвенциях. О том, как вы договариваетесь. Вот, например, нейминг относительно того, что... Помните self? Почему self? Это такая конвенция из PEP-8. Да? Если у вас просто метод, вы используете self, если у вас класс метод, вы используете CLS. Абсолютно. Да. И потом придет ваш товарищ, начнет тупить в это. Вот. Потому что... И вспоминаем пункт номер три, зачем нужен Сталин. Это еще и некая декларация о намерениях. То есть, вот, к сожалению, я сегодня не искал, не нашел. Была шикарная статья относительно того, как разработчики в особенности open source коммуницируют друг с другом исключительно через код программы, минуя документирование, минуя все остальное. То есть, в коде, который мы порождаем, заключены знания о том, как должна работать программа. В именованиях переменных, в расположении блоков кода, в раскидывании этих функциональностей по файлам и так дальше. Все это очень-очень-очень неформализовано, очень интуитивно, и понятное дело, что всасывается только с опытом. Но, несомненно, что оно там есть. Вот было целое психологическое исследование на этот счет. Я, может быть, поищу, найду там, потому что я забыл слово, там есть какое-то, для этого явления есть какое-то специальное выдуманное слово. Если я его вспомню, я найду эту статью. Ну, короче. А, вот, констанс. Констанс. Вот констанс – это такие штуки, в которые вы никогда не будете присваивать иные значения. Как раз они рекомендуемо делаются через большие буквы. Ну, и так дальше. Если я не ошибаюсь... Нет, про венгерскую нотацию тут не сказано ни слова, а тем не менее, я где-то слышал от Гвида много, как это, нехорошего про венгерскую нотацию. Вот. Все помнят, что такое венгерская нотация, нет? И это такой способ именования переменных, которые придумали в Микрософте всякие интересные венгерские программисты, а венгерский язык – один из самых сложных, как известно, в мире. Вот. Потому что он очень контекстнозависимый. Там слова в разных местах предложений и в разных окружениях могут играть разные роли. Вот. И даже значить разные. Вот. И, значит, они придумали, что у тебя в имени переменной может быть закодирована ее семантика, ее использование. Допустим, у тебя есть строковые переменные. Ну, кто она такая? Буфер или кусочек сообщеньки, или временное что-то, или еще что-то. Вот эту семантику закодируют в имя переменных. Вот. Проблема в том, что вот в таком виде венгерская нотация не прижилась нигде, а волшебные менеджеры, которые управляли разработкой в те времена в Микрософте, решили, что просто в имени переменной должен быть закодирован ее тип. Вот. И там прямо там ПС, ТР, вот это все, Б, ну, понятное дело, что так делать не надо. Да. Так делать не надо. А вот идея семантического кодирования, это идея интересная. Если у вас действительно здоровенный проект, и у вас довольно много народу, может быть интересно разработать некоторую полиси по именованию, в которую вы будете декларировать, что вот это имя используется для таких-то целей. Вот. Но понятное дело, что универсальный классификатор такого рода сделать невозможно, и поэтому написать какой-то ПЕП или какой-то вот прям вот основополагающий документ тоже нельзя. Но имейте это в виду. Ну, потому что я вот видел, как человек ради того, чтобы сэкономить на количестве знаков в программе, все имена у него были однобуквенные. Л-лейбл, Б-баттон, там что-то еще там, ТЭП-текст, вот. И действительно, пока у него было виджетов на экране пять, он отлично в этом разбирался. Это во-первых. А во-вторых, когда вот у вас программа, вот открываешь, а там только Л, Б, М, вот в бесконечных количествах. И тут до него дошло, что лейбл надо называть не лэ от слова лейбл, да, а от того, как ты его используешь. Ну, скажем, тайтл или там, не знаю, месседжь или там чего-то такое, ну, понятно. Вот. Ладно, я что-то разговаривался. Вот. Ну, в общем, вот. Мне кажется, больше ничего такого, ничего такого. Вот про комминс еще можно посмотреть, что с комментариями. А, с комментариями идея следующая. Это вообще отдельная штука. Сейчас я про это поговорю, потому что это отдельная тема сегодняшнего разговора. Вот она. Мы пока что говорим про стиль программирования. Итак, ПЕП. Как я уже говорил, помимо, значит, собственно, инициативы Гвида по написанию рекомендаций к оформлению кода, фанатами был написан модуль, который называется ПЕП-8. Вот он. Который анализирует ваш код на предмет соответствия ПЕП-8. Ну, не буду его показывать, потому что есть более хитрые штуки, по-моему, вот есть ФЛЕЙК-8 и ПЕП-8. Вот. Значит, относительно недавно... Да, значит, я уже говорил, что даже сам Гвида выступал с критикой ПЕП-8, говоря, что это слишком жесткие полиси. И вместо него, значит, вот такой исторический пост Гвида в Твиттере написал где-то год-три назад, наверное. Точно, три года назад. Вот. ПЕП-8 из дет, long-leaf, p-code style. Он имел в виду не то, что ПЕП-8 как ПЕП умер, видите, с большой буквы П, а модуль соответствующий умер. Вместо него он предлагает пользоваться модулем, который называется p-code style. Ну, вот его-то как раз может быть интересно потыкать сейчас. Если... Так. Так, ну, почему это не работает, я не знаю. Ну, ладно. Что-то я там накрутил лишнее. Так. Ой. А это что? Ну, напоминаю, что... О, интернетики есть. А-а-а. У меня .localbin нету в пасе. Сейчас посмотрим. А, у меня .localbin ссылается на слэшбин. Отлично. Ой, ёлки-маталки. Это всё, что я написал. Всё, что я написал. Это все мои велосипеды. Господи. Ну, ладно. Вот. Отлично. Значит, ну, давайте ради интереса посмотрим... на какую-нибудь программочку на питоне. Нет, нам не это нужно. Во, вот это. Да? Да, точно. Я так думаю, что нас сейчас... Этот кодестайл нас просто обмажет всевозможными замечаниями, потому что, понятное дело, что... И как я уже говорил, у всех разные представления о том, как это должно быть. Кстати, кстати, сегодняшним домашним заданием будет приведение ваших исходных кодов к ситуации, что p-code-style на них не ругается. Но безчеловечность этого домашнего задания сильно ослабляется тем, что вы можете набросать специальный конфиг-файл для p-code-style, в котором указать, на что не ругаться. Собственно, в чем смысл вот этих сталайзеров? Они очень-очень настраиваемые. Давайте проверим. Ну что? Смотрите, в такой маленькой программке... Она маленькая. Вот. В этой программке p-code-style уже нашел две ошибки. Что? PCO доставил? Да. Да е-е-е. Что-то... А, это я неприючную клавиатуру с собой взял сегодня. Вот. В шестой строчке и в шестнадцатой. В шестой строчке он нашел... Он говорит, нужно... А, они, как видите, одинаковые, эти ошибки. Относительно двух переводов... Двух пустых строк вместо одной. Между определениями функции он ожидает... Между класс definition он... Или function definition он ожидает два перевода строки. Для того, чтобы визуально это дело разделять. То есть он хочет вот так и вот так. И мне кажется, что... Та-да-дам! Вот. Давайте что-нибудь более сложное, потому что... Ну, скажем, вот... О! Прямь error, смотрите. Миссинг white space around operator. Где-то я написал плюс без пробелчиков. Ага, да-да-да, too long. Ну, в общем, вы поняли. Интересная штука. Значит, еще раз повторяю, довольно много из этих рекомендаций на самом деле разумны. Поэтому не стоит относиться к этому совсем уж как к представучести какой-то. Вот. Но давайте сходим на сайт P-Code Style. Обратите внимание на стиль оформления документации. Мы на это сегодня еще посмотрим. Вот. Тут есть кнопочка configuration, которая... О, видите? Вы можете сказать... Или вот, например. 160. Вообще-то я не рекомендовал делать 160 символов длину строки в питоне. Ну, не прочтете вы это потом. Ни за что. Нет, скролить не придется. Вы видели, как все работают настоящие промышленные индустриальные программисты? У них вот такой телевизор, а может быть, два. Да-да-да, еще и вертикально, чтобы можно... Да, и совершенно справедливо. Или два вот так висят. Короче говоря, и они вот такие вот, и у них офигительные глаза, это я ничего не вижу уже с того расстояния. Они прям все видят. Криптошрифты. Вот. Ну, в смысле, человек, который проходит за спиной, уже не различает. Ну, не важно. Важно то, что 160 влезет. Вы просто потом не прочтете. Окей. Значит, так что, видите, есть прям все настройки. Тут прям есть перечень того, как это делать. Пикот-стайл. Пикот-стайл – штука для того, чтобы причесать вашу программу. Есть еще P-Lint. P-Lint – это такой пафосный очень проект. Сейчас мы сходим к нему прямо на хомпейдж. Хомпейдж показывает его пафосность. Нет, это не хомпейдж. Ой, P-C-Q-A. Штука P-C-Q-A интересная вообще. Quality Assurance. Это кусок отсутствующей лекции про то, что Python в какой-то момент, Python Foundation, разделилась на несколько отдельных сообществ. Отдельно занимаются QA, отдельно занимаются документацией. И очень успешно. Отдельно занимаются дистрибуцией и Python P-X Index. Ну, в смысле, это все одни и те же люди, но они как бы не пытаются одновременно заниматься всем. Ладно, P-C-Q-A это неинтересно, а я хочу на сайт зайти. Похоже, нет у них сайта. Вот. P-Lint. Это еще один, еще один Style Checker, уже на этот раз. Да нет, просто еще один. Вот. Каким из них пользуются этим или Code Style, я не знаю. Что еще можно, тут где-то у меня были личные рекомендации по части оформления икона, я хочу их вспомнить. Где-то тут. Нет, значит тут. Да. Да. Не помню, в каком я состоянии был, когда я это писал. Явно я хотел тоже. Не, лавры этого товарища, который дал у Питона написал. Покой не давали. Вот. Значит, личные рекомендации вот какие. Не делайте длинный код. Ни в ширину, ни в длину. Делайте так, чтобы все помещалось, то, что вы собираетесь прочесть за один раз, можно было прочесть за один раз, оно помещалось на экране. Если не помещается, пилите на отдельные функции, раскатывайте функции. Чем обозримее кусок кода, который нужно отлаживать, тем меньше в нем ошибок, которые вам придется отлаживать. Вот. То же самое про ширину строки. То же самое про читаемость. да? Ну, понятно, да? Нечитаемый код плох не тем, что он его плохо читает, а потому, что в нем ошибок нету, потому что никто не знает, где они находятся. Вот. Про комментарии мы сейчас поговорим. Не ленитесь переписывать то, что вы написали. Не ленитесь. Попробуйте как-нибудь засечь со секундомером, сколько времени вы пишете код с нуля и сколько вы тратите на то, чтобы его просто весь удалить и заново написать. Просто попробуйте как-нибудь решить несложную задачку, а потом все удалить и заново ее решить, поглядев сначала на старый код. Вы увидите, что переписывать код быстро на самом деле и в общем ненапряжно. Если у вас пальцы работают нормально, да, но избавить его от костылей, которые вы туда носовали в прошлой жизни, вы сможете. А вот поддерживать костыли постоянно намного сложнее. Я сейчас не говорю про такую серьезную вещь, как код рефакторинг и, видимо, не успею в этом семестре по нее рассказать. Это когда вы редизайните, ну, скажем, объектную модель вашего проекта. Да, там, выносите какие-то методы или вносите, или делаете перегенерализацию, но даже в очень простой программе, вроде той, что мы пишем в качестве семестрового проекта, не ленитесь переписывать. Вас поймут. Вы переписали кусок, написали коммит-месседж, это был плохой кусок, я написал хороший кусок. И если вы действительно, ну, как бы, если это было обосновано, то вам только спасибо скажут. Не пытайтесь исправлять то, что можно просто переписать. Вот. И это важно, потому что это такое вот замечание относительно того, ну, как я сам пишу, я очень люблю вставлять костыли в уже заведомо кривой код, вот, и получается жесть. Я могу как-нибудь показать, я специально написал функцию сортировки для курса первого семестра, функцию сортировки массива пузырьком на 200 строк или на 100 с двумя ошибками, которые, естественно, невозможно найти, она вся состоит из костылей, исключительно. То есть это даже не пузырьком, а костылями функции сортировки. Вот. В общем, короче, вот. Значит, относительно конструкции языка, лично мои рекомендации не взял ниоткуда. Если вы что-то написали много в столбик, скорее всего, это работает в последовательности. Например, множественное присылание самый простой способ превратить столбик в строчку это написать множественное присваивание, множественное связывание. Вот. На питоне это читается гораздо лучше, чем в столбик. Да, 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 да. Слева запятая, справа запятая. Кстати сказать, у Николая Николаевича Непей воды в парадигмах программирования есть прямо отдельный разговор про то, какие бессовестные люди придумали языки программирования, в которых нету множественного связанного. То есть атомарные операции связывания сразу нескольких объектов. Ну, типичный пример, да, это поменять местами значения двух переменных. Да, в питоне это делается А, Б равняется Б, а во всех местах остальных вы это делаете, ну, не остальных, а вот многих, где нету множественного связанного, вы это делаете ну, различными способами, интересными. В том числе и с ошибкой. Множественное связывание это важная операция, атомарное связывание множества объектов – это важная операция на самом деле. Когда вы четко указываете, какая связь на какую заменяется. Используйте циклические конструкторы, тем более, что уже 100-500 лет, как есть конструкторы этих самых итераторов. Конструктор итераторов не жрет память. Работает почти так же быстро, как прохождение по только что сконструированному списку. В конце концов, по списку вы тоже ходите итераторами. Все, которые в круглых скобках конструкторы. На питоне это читается отлично, если только вы не носуете в этот конструктор дохрена всего. Но если вы носовали в этот конструктор дохрена всего, вынести вы эту дохрена в функцию под названием дохрена и вызываете ее внутри циклического конструктора. И дохрена генератор, и вперед. Понятное дело, любые какие-то действия в коде, которые делают одно и то же, сами просятся, чтобы их вынесли в функцию, даже если вы ее вызовете один раз. Читать будет потом проще. Сейчас я попытаюсь перевести это на русский. Это писалось в 2014 году. А, вы вызвали функцию, передали ей какой-то объект. И трах-бах в этой функции вы начинаете разбираться. А какой уже типа этот объект? А вот если он такого типа надо делать тот, а если он сихого типа надо делать все это, вы уверены, что на самом деле вы просто забыли написать соответствующий метод в деле ваших объектов? Это не функция должна различать, какого типа объект, а просто у вас разные методы, унаследованные. Относительно модулей. Утверждение номер один. В 2014 году оно почему-то еще было в диковинку, хотя, наверное, уже нет. А уж сейчас-то оно точно не в диковинку. Все задачи уже решены. Вручную изготовленное решение задачи без помощи PythonPackageIndex это, ну, такое. Значит, вы признаетесь в своем, ну, условно, условной некомпетентности. Вы не обязаны уметь программировать нейронную сеть или, скажем, даже цепь Марклова. Потому что для вас уже написали примерно десяток цепей Марклова и примерно сотню нейронных сетей в питончике. В питончике. Разных. Вы должны хорошо понимать, что такое нейронная сеть. А также поупражняться с этими модулями для того, чтобы уметь ему пользоваться. Но самому программировать нужно только тогда, когда, а, вы хотите научиться программировать нейронную сеть, и это ваша цель. Б, вы придумали нечто такое, что не решается, значит, использованием готового модуля. Ну, просто потому, что ваша мысль настолько была извилистой. Не хватаетесь за первый попавшийся модуль в ПП. Вам наверняка годится примерно десяток для решения вашей задачи. Сравните API, сравните их матурину, как это, взросленность, насколько они хорошо поддерживаются, насколько у них сайтик хороший. Разделяйте функциональность по файлам. Потому что один большой файл на 3 километра читается очень плохо, ориентироваться в нем очень плохо, а главное, он никогда не нужен. Ну, я могу себе представить ровно один вариант. Вы написали какой-то безумный класс, в нем безумное количество методов. Методов разных, безумные. Тогда их надо запихивать в один файл. И то, в общем, можно, наверное, как-то передизайнить, чтобы у вас было много разных классов. Во всех других случаях лучше делать несколько файлов разного размера. Их всех можно проимпортить. Из них можно сделать то, что называется Python Package. Этого у нас не было в прошлом семестре, но я думаю, что с тех пор прошло какое-то время, и те, кто интересуется Python, знают, что такое пакет в Python. Модуль в Python – это когда вы один файл импортите, а пакет в Python – когда вы импортите целый каталог, у которого есть blablainitblabla.py. Это заглавный файл пакета. И еще куча разных других файлов, которые можно в произвольном порядке оттуда импортить. Сделайте пакет. Правда, вам будет удобнее, честное слово. И тестить будет удобнее. Про тест в следующий раз поговорим. Ну, это явная рекомендация для первого курса. Это тоже. Да. Я надеюсь, что мы успеем, правда, это уже будет в мае месяце, и не все на это попадут, поговорить про диплоймент, как минимум, про изготовление пакета, пригодного для публикации в Python Package Index. Смотрите. Вообще говоря, утверждение, я тут сделал какую-то фигню, она никому не нужна, это неправильное утверждение. Если эта фигня никому не нужна, от того, что вы ее опубликуете, и никто к ней не обратится, мироздание не изменится, не нает. А вот если вы решили задачу, которую кому-то понадобится тоже решить, то публикации этой задачи вы, в общем, вкладываете, вносите свой вклад в это самое мироздание. Вот. Так, я разговорился. Все. Это уже другие разговоры. Это вообще была цитата из лекций 14-го года. А мы возвращаемся к... Да, значит, помимо кода стайла, есть и более интересные штуки. Например, Flake 8 и Pflakes. Есть такая еще фигня. Значит, что это такое? Это уже не просто синтактический анализатор стиля. Это анализатор кода на предмет возможных козинг-флоу. То есть каких-то ошибок дизайна, каких-то ошибок программирования я, честно, глубоко туда не вкапывался. Вот. Вот. Видите, как это устроено? Вот эти Flake, да, они проверяют исходники на так называемые ошибки. И это не только ошибки, связанные с неправильным оформлением. Вот. Да. Вот рекомендуется использовать Flake 8. Смотрите, какие тут интересные вещи. Ну, такие типичные штуки, как imported but unused и вообще всякие unused, undefined и все остальное. Заливка словаря разными значениями по одному и тому же ключу. Возможно, вы этого не имели в виду и где-то просто ошиблись. Вы написали словарь такой-то, ну, дикт в скобочках что-то равняется чему-то, а потом дикт в скобочках что-то равняется чему-то другому. Возможно, вы этого не хотели. Вот такого рода Flake ловят эти анализаторы. Это, в общем, очень полезная штука. Советую использовать это. Он внешний анализатор. То есть это не при запуске программы. Это отдельная программа, которая называется... Давайте ее установим. Что мы это самое? Вот, ща. Где тут у нас инстал? Ну, ладно, напишу руками. Invinistall. Только Flake 8, по-моему, она называется. Она, кстати, с собой притащит довольно много чего-чего-чего-чего-чего-чего. А, ну, все норм. Норм, остынь. Давайте попробуем. Знаете что? Тут, наверное, не будет хорошего кода. Ча, мы синхронизуемся. Значит, обратите внимание на fetch. Помните, что вы git fetch? Git fetch — это всего лишь синхронизация двух репозиториев без изменения рабочей копии. У меня есть опубликованный репозиторик, который указан вот здесь. Вот он. Origin. И вот он лежит на этот самый origin и высасывает из него всякие ветки, новые теги, короче, высасывает все, что там есть, чтобы содержимое вот этого каталога .git, вот конкретно вот этого каталога, я бы сказал. Ничего интересного, ничего интересного. Это просто хэшики от объектов. Совпадало с содержимым каталога, который у вас публичный. Если я туда что-то напушил с другого своего рабочего места, то теперь я это делал по fetch. При этом рабочая копия не меняется. Помните, как меняется рабочая копия? Когда вы говорите, например, pool. Pool — это что? Это fetch плюс merge. Fetch — это синхронизировать сами репозитории. Merge — это слить текущую ветку с какой-нибудь. Ну так вот. Что у нас там есть? Я просто хочу найти побольше программку, чтобы мне этот флейк на нее наругался. Ну вот, например, вот это. Это что у нас такое? Это 0,7 таймер p. Хорошо. Хорошо. Ничего. Никаких логических ошибок мне флейк не нашел. Вы можете узнать в этих сообщениях об ошибке, об ошибках сообщения об ошибке этого самого p.co.dstyle. Да, это, собственно... А он их использует. Просто он лезет дальше. Вот. Ну вот, допустим, если я что-нибудь такое напортачу... Какая нынче лекция? Восьмая. Клайатура странная. Ну что мы можем написать? D равняется... Что-нибудь такое? Че? Да. Ему хочется... Ему, во-первых, вот это лишнее. Во-вторых, ему хочется... О, ему хочется, да, ему хочется вот такого. Ой. Только не такого. А вот такого. А здесь лишнее. Вот такого. А вот флейк, я думаю, должен отругать меня. Видите, да? В трех местах содержится ошибка. Что у нас... Когда мы создали этот... У меня, извините, трижды указан ключ 3. Мы получим в результате дикшнери с тремя всего элементами. Так, по ходу. 1, 3, 45. Ну вот. Причем советую почитать, что умеет флейк 8, потому что там есть какие-то ошибки, которые, ну, реальные ошибки. То есть нельзя захотеть так написать. Может только случайно так написать. Но синтаксически все будет чики-пуки. Ну вот как сейчас. Это же нормальный синтаксис, да? Это хорошая, годная программа. Только нет. Ну потому что мы, ну, явно, ну, вот не хотели того, что написать. Такие дела. Это что касаемо синтаксических анализаторов. Там надо можно и глубже туда забуряться в синтаксический анализ. Просто я пока не хочу. Значит, почему не всегда надо в команде поддерживать очень жесткую дисциплину по оформлению кода? Может быть так, что у вас, ну, довольно серьезное разделение труда. И две ветки одного и того же проекта, достаточно большого, просто требуют разной дисциплины оформления кода. Например, в одной там какая-то жесткая оторви крышу математика. И у вас сидит математика и кодит в свою математику. Стиль программирования математиков, когда они начинают программировать, это просто, ну, это ужас. Ну, для них как бы есть вещи существенные и несущественные. У меня есть знакомый, очень крутой матанщик. Он прям вот матан, у него прям вот функан, вот эта вся фигня. На пальцах может объяснить. Но программирует он, ну, знаете, вот есть люди, которые программируют на Basic в столбик. А есть люди, которые, ну, не знаю, там, оформляют код с отступами. А он программирует в строчку на JavaScript. Программирует, когда у него, это граница экрана, он ставит, переводит строчку и продолжает дальше. И для него это нормально. Потому что у него в его математической голове все это очень хорошо структурируется как-то там внутри. Когда я ему объяснял про вот эти отступы, он не понимал, зачем это нужно, так же все понятно. Вот. Короче, если у вас есть какая-то специфическая часть команды, у которой есть свой собственный кодинг-стайл, да, приходится как-то юлить. То есть, чем больше значимость отдельного разработчика, тем больше вариантов того, как вы организуете работу. Так, теперь относительно комментариев. Это написано даже в PEP8. Хотя проверить это невозможно. В комментариях не надо писать, что делает ваша программа. Вы написали, что делает ваша программа на питоне уже. В комментариях очень... Ну, то есть, вот сейчас покажу. Сейчас. Где-то у нас комментс. Вот. Не надо после x равняется x плюс 1 писать инкремент x. Тем более, что надо писать x плюс равно 1, ну, это так, к слову пришлось. Вот. Да? В очень редких случаях в комментариях пишут, как именно проработает программа. То есть, если у вас используется какой-то офигительно сложный алгоритм, который невозможно понять без пол-литра, то вы берете в комментариях, его поясняете. Типичный пример, когда такого рода комментарии нужны, это при всяком обучении. Вот там вы рассказываете людям, не знаю, сортировку кучей. И человек первый раз там, ну, как бы, у него первый семестр, да, ему еще довольно сложно все это воспринимать. Вот тогда комментарии нужны. Или у вас есть какой-то, значит, опять-таки математик, который что-то такое задумал, и тот алгоритм, который он придумал, надо донести до всех потенциальных со-разработчиков этого кода. Да, надо бы написать. Но это редкие случаи. Обычно, если непонятно, как именно ваша программа работает, значит, вы написали плохую программу, это плохой алгоритм, если непонятно, как он работает из исходного кода. Как? А вот семантика того, то есть смысл того, зачем вы написали этот кусок кода, то есть зачем и почему, то есть с какой целью и по какой причине, вот это имеет смысл вставлять в комментарии, разумеется, в тех случаях, когда это оправдано. Ну, вот опять же, вот где тут у нас в пепе. О! Ну, потому что не было очевидно, зачем вы прибавляете к этому иксу еще единичку. А теперь очевидно, у вас как бы один пиксель границы, или там не пиксель, не знаю, в чем это измеряется. Вот. Вы могли это не писать, но вообще всякие волшебные константы... О, кстати, еще одна очень важная фича относительно волшебных чисел. Почему ее здесь нету, не знаю, надо вспомнить. Вот. Всякие волшебные константы очень неплохо комментировать. Значит, относительно волшебных чисел только сейчас пришло в голову очень важное дополнение относительно кодинг-стайл. Знаете, что такое magic number, да, в программистской терминологии, нет? Нет, никто не знает? Да. Ну, это когда переменная сумма переменная, когда просто назовите в том числе число, потому что сейчас не было, но это не было, что он не было. Да. В вашем выражении выисплетает какое-то число, например, 100. И в вашей программе в 18 местах написано это самое 100. Magic number. Потому что в 15 местах это 100 означает размер массива, и еще в 3 местах это означает, не знаю, там, возраст какого-нибудь долгожителя из соседней деревни. И тут выяснилось, что, значит, в деревне жизнь не улучшилась, и вместо 100 там нужно поставить 123. И, упс, вы просматриваете весь код на предмет того, какое 100 от какого 100 отличается. Вот это называется magic number. На одной из лекций, у меня был такой семестр, когда вместо меня читали лекции разные интересные люди, там приводился реальный пример, значит, программа зависала, и она зависала на строчке, где был какой-то страшный вывод, в какой-то порт на ассемблер было написано, и там было написано что-то типа JSB RIP. И люди, которые саппортили этот код, увидели, что программа виснет на вот этом ауте, а в комментах там написано RIP, ну, RIP, RIP, как это, REST IN PEACE. И они поняли, что все, вот этот вот человек, который этот комментарий поставил, он точно знал, что происходит, и они потратили очень много времени, чтобы найти его, он нужно 5 лет назад как уволился, куда-то уехал, все. Когда ему показали код, он, естественно, ничего не вспомнил. И только когда ему окончательно показали этот код, он сказал, а, ну да, конечно, видите, вот это число, оно совпадает с датой смерти Баха. Я решил этот замечательный факт отметить. Иоганн Себастьян, Бах, RIP. Короче говоря, о смысловых комментариях. Зачем и почему? Если это не очевидно из кода, а это бывает не очевидно из кода, далеко не все языки программирования, даже питон, предназначены для того, чтобы как-то отмечать намерения программиста. Для этого служат комментарии или документации, о которых чуть позже. Ух ты, господи, как я разговаривал с вами вначале. Вообще говоря, питон достаточно хорошо читаемый язык. Особенно, если вы поддерживаетесь принципа readability counts. То есть, если вы пишете читаемый код на питоне. Поэтому документировать, вернее, в комментарии, надо вносить только то, что вы не смогли написать. То, что требует пояснений. Код на си требует большего количества комментариев, чем код на питоне, с какой-то стороны. Потому что там, ну, он чуть более такой птичий. То есть, там труднее понять, чего-чего происходит. Хотя, в общем, вот. Относительно строк документации. Мы знаем, что к модулям, классам, функциям есть строки документации, которые отлично нашим пыдокам выгоняются из него, и все хорошо. Что стоит класть в строку документации, а что в комментарии? Ответ в общей форме такой. В комментарии надо класть то, что будет видеть человек, модифицирующий ваш код. Вот он залез в ваш код, решил там что-то поправить. Там лежит комментарий, который ему помогает это делать. В строку документации надо класть то, что будет использовать человек, использующий ваш код. То есть, он не будет лезть внутрь. Он будет смотреть документацию на предмет того, как пользоваться вашей функцией в вашем классе. Для со-разработчика комментарии, для пользователя, ну что такое пользователь класса? Это программист, который... Да? Строка документации. Причем, в каком-то смысле строго так, то есть, если вы положите что-то, что должен знать пользователь вашего класса, но не в документацию, а в этот самый комментарий, то есть шанс, что он этого не увидит никогда. Кстати сказать, в питоне есть инструмент для работы с исходным кодом, называющийся модуль инспект. В числе прочего, с помощью инспекта можно вынуть все комментарии из исходного кода, если он есть. Такая вот волшебная функция. Новые фишки в питоне, про которые я не рассказывал, ну как новые, годы, наверное, с 2013. Пеп, соответственно, появился в 2013 году. Про которые я... Онтрофлоун, контрофлоун на самом деле, да? Ошибочку. Тут буквы С пропущены. Вот. Давайте отредактируем, что ли. Значит, новые фишки питона, про которые я не рассказывал в прошлом семестре. Это так называемое аннотирование. Аннотирование может показаться настоящим питоновским фанатам, издевательством над питоном, и в частности, издевательством над тем, что называется dark typing. Смотрите, у вас появляется как бы описание типов переменных, описание типов возвращаемой функции. Как бы. Смотрите. Вот это аннотация. Видите, да? Вот это аннотация возвращаемого значения. Фишка состоит в том, что это чисто информационные штуки, которые никак не влияют на работу вашей программы. Вы все еще можете работать с ней, как с питоном, и передавайте какие угодно параметры. Более того, когда вы что-то аннотируете, сейчас покажу, ну, смотрите. Ну, например, написали что-то типа s2.str равняется ку-ку. Аннотированное имя s. Само имя s ничего не знает о том, что оно должно быть типа стр. Смотрите. Да не смотрите, верьте мне нас. Сам объект ку-ку – это просто строка. Про имя s – ну, это имя, да? Вот оно, это имя. Как вы думаете, а где же написано, что имя s должно быть типа стр? Ответ перед вами. Да, совершенно справедливо. В том самом неймспейсе, в котором вы определили некоторое имя с аннотанцией, заводится, заводится, упс, обратите внимание, что это же питон. Помните, что у нас вот этот самый, это просто словарь, что мы там можем прям добавить туда переменную путем добавления, добавления строчки. Так вот, annotations – это тоже просто словарь. А кластер – это кластер, самый настоящий. Сейчас я вам напишу что-нибудь эдакое. Вот. То есть, это питон, да? Мы все честно. Как вы думаете, ну, хорошо, а зачем тогда это все нужно? Зачем нужно оснащать свою программу вот такими описаловыми, если они ни на что не влияют? Правильный ответ. Две цели есть на этот счет. Цель первая, семантическая. Вы указываете ваши намерения. Вообще говоря, говорите вы, тут должна быть строка. Цель вторая. Есть, сейчас покажу, есть такие штуки. Это пеп в 36, что ли, питоне? Пеп на variable annotations. Вот то, что я сейчас показал в командной строке, это было как раз новшество 36 питона. Есть такие штуки, вот они. Майпы и питайп. Это проект полностью статически типизированного питона. Для того, чтобы писать большие, сверхбольшие проекты, где, ну, понятно, да, вероятность того, что вы ошибетесь при вызове соответствующего метода, соответствующего класса, умножается на количество этих самых вызовов. И в отличие от обычного питона, штука написана на МИПы, она будет проверять статически, как вы описали ваши классы, как вы описали их поля и так дальше. Так вот, если раньше им приходилось жевать весь код руками и догадываться в некоторых случаях, или использовать какие-то значащие комментарии, то теперь они просто ходят к аннотациям. Один декоратор, и ваши функции внезапно становятся статически типизированы. Этот декоратор что будет делать? Он будет ходить в namespace, смотреть annotations от вашей функции, проверять совпадение типов параметров и дальше ругаться, если они не совпали. Попробуйте, кстати, написать такой декоратор, это очень несложно. Что-что? Конечно. Ну, какая разница? Все, что у вас... Ну, почитайте, если хотите, почитайте эту документацию или вот эту. Есть, был еще один проект, а, их тут оба, они тут оба, по-моему. Вот он, P-type еще. Вот. А, нет, P-type вроде как без type annotation. Ну, не важно. Важно то, что есть несколько проектов по статической типизации питона просто для надежности, потому что, ну, вот люди, которые противник питона, duck typing выдают в качестве одного из признаков того, что нельзя писать большие-свои-большие проекты, да, ну, потому что сложность, ну, понятно, слишком велика вероятность ошибки. Ну, вот, для этого есть, для этого есть эти проекты. Ничего про философию аннотирования сказать не могу, потому что философия ровно такая. Если вам удобнее коммуницировать с вашими товарищами, описывая, какого сорта у вас будет, какого типа у вас будет объект, и, кстати, type any там тоже есть, вы можете сказать, а вот это любого типа объекта. Или это тюплю, который состоит из int и str, например. Такое тоже бывает. Сейчас. Вот. Вот это вот аннотация. И в этой аннотации написано, что это дикт, у которого индекс str, а значение int. Так, на секундочку. О, кстати, вот интересный пример. Как вы думаете, что произойдет, если я напишу вот так? аннотация без связывания имени кэптен с каким-либо объектом. Нет, никакого имени не заведется. А зачем она должна уфолиться? А мы ее не завели, ее нету. Вот она где. Мы только аннотацию для нее завели. Собственно, связывание не произошло, но не произошло. Синтаксис аннотации соблюден, соблюден. Это тоже можно использовать на самом деле. То есть, вы как бы вперед заявляете о том, что вы намерены использовать такую переменную, а потом ее не используете. такие дела. Аннотация. Документирование. И вот тут у нас остается всего 8 минут. Давайте так, сегодня я сделаю обзор. В домашнем задании видимо, все-таки будет документирование как домашнее задание, но его не требуется будет выполнить прямо к следующему разу, тем более, что к следующему разу у вас еще и проект не будет написан. Там нас же будет документировать по ходу. Значит, смотрите. Самый простой способ документирования это пользоваться P-Doc. P-Doc, если вы помните, это штука, которая выковыривает строки документации из ваших кодов и их каким-то образом показывает. Причем, эти образы могут быть там вполне приличные. Ну, например, вы можете сказать P-Doc, ну, не знаю, там, Re. И вот вам, пожалуйста, прям документация по модулю Re. Да? Что у нас тут есть? Да, а где у меня? Сейчас. Я хоть что-нибудь задокументировал в этом? Или я как этот? Я похожа как этот. Безобразие. Ну, хорошо, не важно. P-Doc. Значит, помнится, я показывал этот трюк или не показывал? Если запустить P-Doc, кажется, вот так вот, то стартует написанный на питоне же, конечно же, веб-сервер. Сейчас. Во. В котором будет показана документация по всем имеющимся модулям вообще в системе. вот тот самый P-Doc, который мы смотрели в тексте, только вот красиво сформатированный. Что всего унизительное, он еще показывает документацию по тем питонским файлам, которые нашел прямо здесь. Вот. Да, это действительно клево. ну вот да-да-да-да, конечно, и выгонять этот штемель. Совершенно справедливо. Вот. Маленькая проблема стоит в том, что это не модуль, к сожалению. его надо поубивать их всех. Там еще у нас треды какие-то были запущены. Ну, в общем, печаль некоторая. Да. Значит, P-Doc. P-Doc, как вы понимаете, не определяет ничего связанного с понятием технической, программической документации. Это просто какие-то тексты, которые вы вставляете, соответственно, в строку документации в модуль, класс, функцию и все. И эти тексты вам показываются. Если у вас достаточно серьезный проект по документированию техническому, то есть, если у вас достаточно серьезный проект в смысле объема кода, то вам понадобится более серьезное техническое документирование, то есть, некая формализация того, как описывать, ну, скажем, методы вашего класса и сам класс. То есть, чтобы вот этот вот, вот это вот документация, да, вот, вот, чтобы здесь было написано чуть больше, чем мы видим, чем мы видим тут, да, здесь мы видим только вызов и название каких-то переменных и какой-то текст. было бы неплохо, чтобы вместо вот этого в вашем тексте была, значит, четкая формочка такая-то переменная значит то-то, такая-то значит то-то, возвращаемое значение такое-то, ну, понятно. Техническая документация. На самом деле это всего лишь означает, что вам нужно применить какую-то полиси по тому, как оформлять каждую функцию и что именно писать в эту функцию в документацию. Но, если вы это полиси оформите ну, просто так, то у вас получится вот такой погонный текст, да. Хотелось бы, конечно, красивых гипертекстовых штучек, чтобы вы можно можно было покликать, можно было посмотреть дерево класса, можно было посмотреть то, можно посмотреть еще. Для этого существует несколько разных инструментов, я с удивлением обнаружил, что наиболее популярный в 2014 году штука, которая называется доцикжен, для питона устарела однозначно. То есть, вот этот пример, в общем, не работает. Пожалуй, стоит даже удалить. Вот. И поэтому рекомендуемый инструмент, который, видимо, мне придется рассказать в следующий раз, потому что у нас просто уже времени нет. Это документатор под названием Sphinx. Сейчас я немножко про него расскажу. Значит, помимо Sphinx, Sphinx это генератор всевозможной документации. Что имеется в виду? Давайте. не, не здесь. Это что? Секундочку. Extensions. Во, автодок. Ща. Я просто вижу, что осталась одна минута и думаю, нет ли смысла рассказывать. Давайте так, на сегодня я скажу буквально следующее, буквально пару слов. Есть два популярных инструмента более сложного документирования, чем просто какие-то какие-то HTML-ки или какие-то значит или какие-то допустим MD-шечки на сайте GitHub-а. Помните? Когда мы создавали проект, там надо было readme сделать в Markdown. Вот. Вопрос в том, насколько вам нужно внутреннее документирование кода, то есть программная документация и насколько вам нужна документация пользовательская. Пользовательскую документацию удобно делать, например, с помощью проекта mkdocs. mkdocs это фактически сайтогенератор такой. Прямо на Markdown с всякими интересными плюшками, с очень быстрым простым квикстартом вы говорите pip install что там mkdocs и можете уже запускать свой сайт говорить mkdocs new my project и сразу mkdocs serve и он вам покажет вот такой веб-сайт. Вот. Это я даже могу сейчас показать. Это быстро. Сейчас. так, что там с пипом не то. Что? Ether. setup tools не стоит. Так, время у нас кончилось. Хорошо, тогда не буду это делать. В следующий раз с этого начну. mkdocs это фактически сайтогенератор, у которого его главное достоинство, что у него есть интеграция в проект, который называется read-ded-docs. Вот. А у проекта read-ded-docs есть интеграция с гитхабом. И фактически вы можете сделать корпус ваших исходных текстов, совместить с документацией, сгенеренной с помощью mkdocs и автоматом ее публиковать на read-ded-docs. Все успешные проекты, которые вы увидите в pp, вот здесь, в patent-patch-index. Где он тут? pp. Ну, короче, где-то. pp. Все успешные проекты, которые вы увидите в python-package-index, имеют, блин, не на ту кнопку нажал, имеют документацию, написанную во, с помощью mkdocs. Вот эта документация написана с помощью mkdocs. Тут даже внизу должно быть написано а, ну, правда, не mkdocs, а сфинксом сделано. Ну, окей. Значит, ой, mkdocs. но, значит, некоторым недостатком, то есть, серьезным недостатком mkdocs является то, что это генератор сайтов, что он к вашему исходному коду отношения, в общем, не имеет. То есть, вам нужно сажать специального человека, который будет говорить, вот вам исходный код, а вот вам описание, как им пользоваться. если вы хотите генерить документацию прямо изнутри document string, который у вас разложен в тексте, вам нужен сфинкс. Это read the docs, это read the docs. сфинкс. Вам нужен сфинкс. Сфинкс это очень мощный проект по рождению документации, как программной, так и пользовательской. То есть, вы можете написать прямо целое дерево документов, и вы можете сгенерировать это дерево документов из исходных текстов, из специальным образом оформленных docstring, ваших функций, классов и так дальше. Вот. По началу это был проект документирования программ на питоне, сейчас им пользуются, не пользуются только ленивые. Вот тут где-то есть список того, кто использует уже нету. У них уже не это самое, они уже а вот project using сфинкс. Кто использует сфинкс для документирования из известных проектов. Вот. В том числе и не написанных на питоне. Сейчас. Ну, в общем, много. Раньше тут был еще любер-офис, только его сейчас нет. но неважно. Короче. Вот об этом мы тогда поговорим в следующий раз. Видимо, с домашним заданием ситуация следующая. Обработать его флейком. Возможно, придумать конфиг для флейка, если вы хотите, чтобы какие-то ошибки или какие-то вещи, которые по умолчанию флейка ругаются, вас не ругались. И все исходники, которые у вас уже есть, этим делом обработаются. Вот. Что касается внутренней документации, давайте так. я в конспекте лекции сделаю ссылку на простейшие требования к этой документации. Требовать домашнего задания прямо вот к следующему разу я не буду. Требовать его в финальном проекте я буду. Чтобы программная документация генерилась у вас нормально. Хорошо? И в следующий раз я тогда поясню за сфинкс. Вот. Какие-то вопросы спрашиваете. лучше подойти в поста и в вашей части согласны. Ну, а вы прям подойти хотите? Так это нельзя было решить? Да, через этот или через тот. Ну, просто, понимаете, как, ну, понимаете. Вот. Еще вопрос. Ну, тогда спасибо. Значит, еще раз говорю, что я не отвечал пока на ваши реквесты, но отвечу. за сфинкс. Спасибо за сфинкс.